Здравствуйте, дорогие земляки! В эфире наш 18-й выпуск, и сегодня речь пойдет о мировой финансовой системе, оценка ситуации, что происходит на рынках и какие изменения произошли за последний период. Михаил Базилинский, наш финансовый советник и консультант, как всегда, поможет нам разобраться в этом вопросе. Здравствуйте! Михаил, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент, что происходит на финансовых рынках Америки? На сегодняшний момент рынки продолжают свое движение наверх. Такой более серьезный индекс, который охватывает большинство компаний S&P 500, поднялся где-то в районе 55% с марта месяца. И другой индекс Dow Jones 30, который охватывает 30 самых больших индустриальных компаний Америки, поднялся на где-то 48%. Но вот сейчас такая интересная ситуация, что американский доллар продолжает падать. С чем это связано? Ну, на мой взгляд, это связано с тем, как бы идет переоценка ценностей. Если мы вернемся в март, когда мы были, назовем это, еще в середине финансового кризиса, то деньги со всего мира стекались в американский доллар, независимо от того, что краткосрочные облигации в американских долларах практически платили ноль. Но инвесторы искали ликвидность. И ликвидность была в американском долларе, поскольку это самая большая валюта в мире. И как только стало ясно, что риск уменьшается, и даже, более того, мы даже перестали с вами говорить о финансовом кризисе, поскольку многие эксперты считают, что этот кризис уже позади. Из-за переоценки ценностей деньги стекаются, то есть деньги вытекают из американского доллара в другие валюты, и идут на такие рынки, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, так называемый BRIC, и другие более мелкие рынки. И поэтому люди продают, инвесторы продают американский доллар и покупают акции и облигации в других валютах, которые тем самым поднимают другие валюты, и в то же самое время американский доллар падает. На сегодняшний день рынки закрылись по отношению к американский доллар и евро. С каким показателем? Евро закрылось где-то в районе 1.45-1.46 за 1 евро. Скажите, а вот эта цифра, скажем, в март месяц? Это было где-то на 1.25-1.26. То есть на сколько процентов сейчас получается упал американский доллар? Американский доллар упал где-то в районе 15-16% по отношению к евро. Давайте рассмотрим просто американцы. Вот насколько им это выгодно или невыгодно, вот такое падение американского доллара? Что происходит? Вот на каком конкретном примере? Как известно, Америка – это самый большой покупатель всех товаров и продуктов в мире. Если мы, например, возьмем немецкую машину, которая стоит 30 тысяч долларов, то цена на эту машину, если перевезти прямо из евро в американский доллар, будет чуть меньше, чем на 5 тысяч долларов. То есть для американского покупателя такая машина будет практически на 5 тысяч долларов дороже, чем она была в марте. То есть получается, что все, что идет в качестве импорта, то есть закупается из-за границы, то американцы переплачивают? Ну, опять, не обязательно, потому что очень часто бывает, что страны, которые экспортируют, они берут на себя во всяком случае часть падения валюты или падения американского доллара, потому что из-за жесточайшей конкуренции на этом рынке, просто, например, если мы говорим о Германии, то немецкий производитель машин, его заработки будут меньше. Но, опять, если это прямой перевод, как мы уже говорили, то такая же аналогичная машина будет стоить в районе 5 тысяч долларов больше. Как вот быстро все меняется? Вот год назад мои друзья отправились на дилер-шип в Америку, буквально здесь недалеко находится Баффало, недалеко от Канады, и купили себе прекрасный новый автомобиль Хонда, которым обошелся на 16 тысяч долларов дешевле, только потому, что на тот момент американские и канадские доллары приблизительно были на одной величины, и возможность купить, ну, если, конечно, у тебя есть сразу определенная сумма денег, ты совершенно спокойно берешь и покупаешь. Выгодно тогда. А теперь получается, что в Америку не отправишься за автомобилем, потому что дороже получается. Ну да, но опять, канадский доллар, если мы говорим о канадском долларе, аналогичная ситуация была и с канадским долларом, который в марте был в районе 76-77 американских центов, а сегодня он где-то в районе 92-93. Он поднялся, да. То есть с падением американского доллара поднимаются другие валюты. Но канадский доллар имеет другую интересную особенность, что есть прямая корреляция между ценой на нефть и величиной канадского доллара по отношению к американскому. То есть если повышается цена на нефть, повышается цена на канадский доллар. Падает нефть, падает цена на канадский доллар. Интересная взаимосвязь, да? Да, еще в последнее время наблюдается еще интересная другая взаимосвязь, что если рынки поднимаются, то падают доллары, поднимаются другие валюты. Если рынок падает, происходит обратное. То есть поднимаются доллары, падают другие валюты. То есть сейчас видно прямая корреляция между рынками и американским долларом. Вот такая сегодня ситуация. Нужно постоянно быть на гребне, как говорится, волны. Нужно постоянно быть в курсе, что происходит и каким образом идут изменения, для того, чтобы не потерять свои деньги. Поэтому я думаю, что эта передача очень полезна нашим уважаемым интернет-зрителям. Мы стараемся подбирать самые интересные и самые актуальные темы, которые были бы полезны для вас. Оставайтесь с нами и смотрите наши очередные следующие выпуски на страницах нашего интернет-телевидения. Я хочу поблагодарить Михаила Базилинского за участие в нашей передаче. До новых встреч! До свидания, всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!